Тао Вонг. Система. Апокалипсис. Книга вторая. Спаситель усопших. Глава первая. Это плохая идея. Али, мой дух-компаньон, ростом чуть выше полуметра, покачивался в воздухе, разглядывая вход в пещеру, расположенную в каньоне. Я пригнулся. Ледяная вода омывала мои закованные в доспехах ноги, летнее солнце живописно подсвечивало изумрудную гладь реки. Естественно. А что за последние четыре месяца было хорошей идеей? Дразнить саламандру? Охотиться на дракона? Зачистить логово монстров? Да с тех самых пор, как в мир пришла эта чертова система, все идеи были одна хуже другой. Вопрос заключался лишь в том, хотим ли мы осуществить задуманные. Я проверил данные Паши, моего персонального альфа-штурмового автомобиля. Обычный человек назвал бы это усиленным доспехом или даже роботом, а полчаса назад это был мотоцикл. Я купил его в самом начале, когда появился всеобъемлющий механизм системы, установленный Галактическим Советом. По их мнению, когда мана наконец достигла необходимого уровня концентрации на Земле, пришло время создать систему. А вместе с системой и маной на нас обрушилась вышедшая из строя электроника, мутация среды обитания, появление всевозможных монстров, начало апокалипсиса и крах цивилизаций. И вот теперь мы с Али обсуждаем синее окно системного сообщения, занимавшее большую часть встроенного в мой шлем экрана. Обнаружено подземелье. Предупреждение. В настоящий момент данное подземелье не может быть классифицировано согласно системным ограничениям. Все очки опыта удваиваются. Успешная зачистка подземелья, зарегистрированном в системе пользователям, будет поощрена увеличенной наградой. «Ты же сам говорил, что такие призы нельзя упускать». Я уставился во тьму и вскинул правую руку с оружием. Недавно оборудовал доспех встроенным огнестрелом. Люблю свое лучевое ружье, но старый добрый огнестрел все-таки имеет ряд преимуществ, включая возможность использования различных зарядов в зависимости от ситуации. «Все равно это плохая идея, мой мальчик. Там может сидеть свора монстров очень высокого уровня». Али от волнения кружился вокруг своей оси. «Ну да, ну да. Если что, сбежим. У нас же КМС полностью заряжен». Квантовый манипулятор состояния, то есть КМС, был одной из фишек, приобретенных мной четыре месяца назад, когда запустилась система апокалипсиса, заодно отрубив всю технику и электронику на планете. Включенный КМС переводит меня в другое измерение, что крайне полезно, если нужно срочно ретироваться. Были, конечно, свои минусы — долгая перезарядка и короткий период использования, а также способность пропускать сильные энергетические выплески, то есть взрывы. Однако он столько раз спасал мою шкуру, что и не сосчитать. «Ладно, ладно, давай зажигай», — проворчал Али. Я сменил боеприпасы в стволе и выстрелил тремя светящимися снарядами в стены пещеры. Урок, полученный месяц назад, я успешно усвоил. Шлем в доспехе улучшал видимость при низком освещении, но дополнительный источник света не помешает. Ничего необычного у входа в пещеру не оказалось. Тем не менее, лучше быть начеку. Я запустил внутрь один из дронов, посылая его под самый потолок в поисках потенциальных угроз. Зафиксировал его, когда он пролетел вперед метров десять. После этого вошел, продолжая держать дрон под контролем и оглядываясь по сторонам. Даже используя скрытность, я то и дело поглядывал на оснащенную локатором мини-карту, которую постоянно обновлял компаньон. Я умею подкрадываться незаметно, но, заявив о своем приходе серии выстрелов, вероятно, несколько смазал эффекты неожиданности. Ну что ж, всегда побеждать невозможно. В первой обнаруженной пещере не было ничего опаснее мутировавших грибов. Они стреляли с порами, вероятно ядовитыми, но я был в герметичном бронированном костюме, с автономным запасом воздуха, так что один-ноль в пользу Джона. По спине тек холодный пот, от этого даже доспех не мог спасти. По телу разливался страх, смешанный с ощущением азарта. Да, я чокнутый. Я уже был чокнутым прежде, чем все это началось. А теперь, наверное, настоящий извращенец. Мне и правда это нравится. Рисковать своей шкурой, ходить по лезвию ножа. Это пробуждает во мне жизнь, возбуждает, как никогда не возбуждало ничто другое. Поэтому, должен признать, рискую я чаще, чем кто-либо другой. В тот самый миг, когда все катится под откос, и в любой момент я могу выжить или умереть, я наконец чувствую, что живу. Без барьеров и стен, без подавленных эмоций, лишь мгновение абсолютного контроля посреди хаоса. Ну, говорю же, псих. Вижу двоих. Нет, троих, пробормотал Али. Секунду спустя я почувствовал их сам. Проклятие. Ведь он по-прежнему справляется лучше меня. Хотя, с другой стороны, не будь это так, я бы чувствовал, что напрасно в него вложился. Не то, чтобы я ему платил, по крайней мере, не лично ему. Он был бонусом, который я получил, оказавшись не в то время, не в том месте. Его обеспечивает система, иначе мой уровень восстановления мана сократился бы в разы, а у меня и без того хватало навыков, которые ее отнимали. Я забросал дрон новыми командами, поднимая его выше к потолку, в поисках возможных угроз. А сам выпустил еще пару световых зарядов. Интересно, что я обнаружу на сей раз? Обнаружил очень уродливых монстров. Четвероногих существ с мордами, как у крыс, шипами и похожими на кнуты хвостами, с которых капала кислота. Темно-зеленая шкура с черными пятнами позволяла им легко маскироваться во мраке пещеры. Конго-Рад уровень 28, здоровье 480 из 480. Особые эффекты нет. Несколько минут я наблюдал за ними с помощью дрона, пока эти твари его не замечали. Они ничего особенного не делали, просто наматывали круги по пещере, время от времени натыкались друг на друга и начинали бороться. Насмотревшись, я пробрался в пещеру и запустил туда световой шар. Существа всполошились, испуганно разглядывая шар. Я не стал упускать возможность и сделал по ним несколько выстрелов. Патронов ствол я загонял в определенном порядке. Сначала стрелял разрывными, потом бронебойными, а затем обычными. По одному на тварь. Выстрел разрывным разворотил первому конго-Раду хребет. Бронебойный прошиб другого насквозь. Обычная пуля не пробила шкуру монстра, в которого я целился. Значит, будем стрелять бронебойными. Пока я перезаряжал оружие в соответствии с этим планом, уцелевшие конго-Рады открыли ответный огонь спинными иголками. Я нырнул за ближайший выступ, но иглы летели так быстро и в таком количестве, что несколько в меня все-таки попало. Окружающие стены и каменные выступы, они пробивали с легкостью, как и мой доспех. Пропитанный манный яд попал в кровь. Я выругался, получив уведомление о том, что меня отравили. Впрочем, боли не было, лишь успокаивающая расслабленность, медленно растекающаяся по телу. Легкий щелчок подсказал, что оружие готово к бою. Я выглянул из-за угла и открыл огонь, стараясь всаживать по три пули в каждую тварь. Пули пронзали тела монстров, разбрызгивая кровь вокруг, и я снова нырял за свое ненадежное укрытие. К счастью, пройдя сквозь каменный выступ, иглы не пробивали броню. «Врешь! Не возьмешь!» — поддразнивал Али, пританцовывая перед кангарадом, пытавшимся его убить. Дух был видимым, но нематериальным, а значит, очень хорошо отвлекал эту тварь. Усмехнувшись в шлем, я вынес зазевавшейся твари приговор и зарубил ее призванным мечом. Может, мое персональное оружие и не выглядит слишком внушительно. Но, учитывая прокачанные классовые навыки, меч легко отсек голову чудищу, уложив его на месте. Монстры 28 уровня уже давно были мне на один зубок, хотя мой собственный уровень едва дополз до жалкой отметки 23. Но благодаря тому, что у меня продвинутый класс, настоящий уровень примерно вдвое выше. Сразу получив продвинутый класс, минуя базовый, я заодно обзавелся несколькими полезными особенностями, включая устойчивость к большинству эффектов, например, к ядам. Перебив монстров, я осмотрелся в поисках новых сюрпризов и медленно осел на зим. Тело слегка подрагивало, борясь с воздействием яда, конечности онемели. Я облизнул губы, ощущая соленый вкус пота, и принялся ждать, когда все пройдет. Много времени это не заняло, вскоре я снова был на ногах. Сначала забросил лут в инвентарь, потом закинул туши в хранилище в измененном пространстве. Навык измененного пространства создавал карманное измерение, позволявшее хранить в нем разнообразные объекты. Весьма удобная штука, с помощью которой я мог нести больше лута и тел монстров, чем многие другие охотники. Не так уж плохо. Если это все, с чем мне предстоит столкнуться, то задача несложная. «Али, пещера просто огромная!» — проворчал я, пинком снимая последнюю жертву со своего клинка. Я провел тут битый час, блуждая по пещерам и убивая конгарадов. В этом каньоне чисто физически не могло быть такой разветвленной системы пещер. Если я собираюсь и дальше здесь бродить, то лучше перезарядить лучевое ружье, которое я начал использовать как основное оружие дальнего боя. «Здесь подземелье!» — отозвался Али. «Это не ответ!» «Еще как ответ! Система расширяет физическое пространство в подземельях. Теперь внутри места больше, чем снаружи!» Али помолчал, ожидая моей реакции. Не дождавшись, пробубнил. «Чертов нуб!» «Знаешь, а мне, пожалуй, больше нравится, когда ты смотрел реалити-шоу ПТВ», — огрызнулся я, шагая по пещере. Обычно мой навык предупреждал меня о потенциальных угрозах задолго до их реального появления. Но увеличенная концентрация маны в этом подземелье повлияла на его работу, снизив радиус обнаружения до каких-то жалких десяти метров. У Али дела были чуть получше, но это все равно означало, что передвигаться нужно, соблюдая осторожность. Плетучая мышь упала прямо с потолка. Я ощутил ее присутствие за долю секунды до того, как она атаковала. Дернулся, развернулся, призывая меч, и разрубил смрадного нетопыря пополам. Официального названия у него не было, но после знакомства с пещерой мне пришлось отключить кислородный генератор. Прятались нетопыри превосходно, но воняли так, что хоть святых выноси, поэтому обнаружить их можно было, полагаясь лишь на обоняние. Разумеется, учитывая мощность фильтрации, не имело значения, чую я запах или нет. И все это бессмысленно, если система вновь решит нарушить собственные правила. Я собирал лут, выпавший со смрадных нетопырей, но и не подумал подбирать их тушки. Чего доброго провоняют мне все остальное, хотя я опять-таки не уверен, что нетопыри способны провонять хранилище полностью. Есть у меня теория, что система нарушает законы физики, дабы хоть как-то сбалансировать работу технологий, магии и навыков. И раз уж дает монстрам преимущество в окружающей среде, то это, конечно, неспроста. А значит, система нарушает одни правила, чтобы другие работали. С другой стороны, тот факт, что при необходимости я могу проходить сквозь стены, тоже казался странным. Но я решил не обращать внимания на такие странности. Правда, особого выбора у меня и не было. Система есть система. Спустя еще полтора часа я, наконец, добрался до конца первого этажа. Что этажей здесь несколько, я понял, обнаружив штрек, ведущий прямиком вниз. Насколько я мог судить, там был следующий уровень. Вот жопа! «Сколько этажей в этом подземелье?» — нахмурился я. «Похоже, не меньше дюжины». «Как глубока кроличья нора!» Я опустил ствол и выстрелил осветительным шаром. Отозвал первый дрон, чтобы он мог подзарядиться, и отправил второй. «Будем надеяться, что этажей всего два, потому что у меня только два дрона, и заряжаются они целую вечность. Все ниже и ниже и ниже мы шли, и убивали всех, кого нашли. Так себе рифма, не правда ли? А вы попробуйте сочинить что-нибудь складное, отбиваясь от стаи шипастых монстров. Резко пригнувшись, я схватил конгарада и поднял, прикрываясь им от шипов его собратьев. Силовой доспех помог мне сделать рывок. Я приставил ствол к дергающейся твари и бросил взгляд на встроенную камеру, помогавшую целиться, как вдруг услышал жалобный писк, свидетельствующий о низком уровне заряда. Пришлось отправить ружье обратно в адвентарь, запустить импровизированным щитом в еще живых монстров, призвать меч и заколоть их вручную. Перебив тварей, я опустился на корточки. В голове все плыло, по телу пробегали судороги. Организм боролся с ядом, стремясь восстановить контроль над телом. Малое исцеляющее заклятие немного помогало, поэтому я снова его использовал. На втором уровне мы провозились целую вечность. Конгарады здесь передвигались большими стаями, а еще у них обнаружились друзья, трехлапые создания, шустро перебегавшие между камней и полившие световыми лучами, от которых я то и дело уклонялся. К счастью, они попадались не слишком часто. Однако количество яда, скопившегося в организме, росло, а монстров становилось все больше, так что приходилось делать длительные перерывы между битвами. — Джон, ты уверен, что тебе это по силам? — в который раз спросил Али. Я утвердительно кивнул, медленно поднялся, расправил плечи, размял колени, проверяя, насколько я восстановился. Затем пересчитал свой скудный боезапас, отметив, что бронебойных патронов осталось меньше двух десятков. Вслед за ними я вложил магазин с разрывными. Но я их купил совсем недавно, пожадничал, уж больно они дорогие. Теперь, конечно, жалел, что поскупился. Переть на этих тварей в лоб бессмысленно. Либо нужно придумать что-то новенькое, либо отступать. Я нахмурился, вздрогнув от очередной судороги. Просто перестрелять их не получится, прицелиться невозможно, они действуют группами, поэтому не получится выманивать их и убивать поодиночке. А значит... «Это унизительно!» — проворчал Али. Я хохотнул, оглядывая преображенную мною пещеру. «Что ж, если не получится выманивать врагов по одному, загоним их в смертельную зону и вынудим сражаться малым числом». Я обломал несколько сталактитов и сталагмитов и сложил их в кучу, скрепив несколькими цементирующими гранатами, которые с некоторых пор носил с собой. Получился длинный узкий проход. На импровизированной стене был устроен небольшой уступ за дополнительным барьером, способным замедлить летящие шипы, чтобы я мог стрелять по тварям, находясь в относительной безопасности. А еще добавил осветительных шаров, чтобы расширить зону видимости. Теперь пришло время Али вступать в игру, изображая приманку. «Ну да, ну да! Смирись уже, неженка!» — усмехнулся я, откидываясь назад и проверяя карту. «Гад!» — с этими словами Али направился к ближайшей группе монстров, полностью видимой и даже немного светящейся. Ловушка оправдала себя на все сто. Монстры появлялись в строго установленном месте, и я успевал прикончить одного или двух, прежде чем набегала стая. В большинстве случаев они пытались меня обстрелять, а когда это не срабатывало, устремлялись на открытое пространство, которое я для них оставил. И уж тут мне с лихвой хватало времени, чтобы всех их перебить. Они были столь слепы в своей агрессии, что продолжали нападать, хотя шанс прикончить меня был мизерным. После каждой атаки Али давал мне пару минут отдышаться и собрать лут. И все начиналось сначала. Перерывы становились длиннее, так как Али приходилось отлетать все дальше, чтобы выманивать ко мне монстров. Сложнее всего оказались такики, которые умели вести снайперский огонь из укрытия. К несчастью для них я мог колдовать и был крайне рад лупить по ним своим улучшенным дротиком маны-2, пока все твари не передохнут. Альфу Конгарада мне стало почти жаль, когда Али наконец его обнаружил. Он отчаянно кинулся на меня, пока охранники прикрывали его с флангов. Я встретил их парой плазменных гранат, выпущенных одна за другой. Взрывы разрушили большую часть возведенных мной импровизированных стен. Но учитывая эффект от гранат и мой удар молнии, охранники быстро превращались в дымящиеся шкварки. После этого поединок с Альфой, который представлял собой увеличенную версию Конгарада, был делом техники. Если бы не слабость в теле, сильно замедлявшая меня, вызывая ощущение, будто двигаешься по колено в воде, убить его не составило труда. Просто уклоняйся вовремя, руби и стреляй, пока монстр не свалится. Закончив с этим, я получил то, чего хотел. Поздравляем, подземелье зачищено, плюс 5000 очков опыта. Бонус первой зачистки. Поскольку это первое подземелье, зачищенное вами, вам присуждается дополнительно плюс 5000 очков опыта и плюс 1000 кредитов. Бонус за то, что вы стали первооткрывателем, плюс 5000 очков опыта и плюс 5000 кредитов. Подземелью Каньон Инглис присвоен уровень 20+. Чёрт! Отличный улов! Неслабый прирост опыта, и с учётом двух бонусов, я наверняка уже на полпути к новому уровню. Я собрал лут с последнего тела и забросил тушу в хранилище. Сжав губы, осмотрелся. Я всегда знал, что нам придётся всё чаще иметь дело с подземельями. В конце концов, Галактический Совет объявили нашу планету миром подземелий. Наконец, зачистив хоть одно из них, я понял, что подземелья станут нешуточной проблемой. Освободив это место от монстров, которые были вполовину слабее меня по уровню, я растратил почти все боеприпасы, вымотался до изнеможения и ощущал тошноту. В общем, на сегодня с меня довольно. Пора домой. Хорошо быть дома. Глава вторая Домом мне служило двухэтажное бревенчатое строение, стоящее почти сразу за поворотом на шоссе Клондайк, соединявшее Каркросс и Теслин. Раньше тут была закусочная и продуктовый магазин. Из окон объезда территория просматривалась метров на пятьдесят, усыпанная гравием парковка да зачищенные системы деревья. За последние несколько недель я раскошелился, добавив усиленные системы стены, окна и двери, дабы повысить прочность строения. А также простенький командный центр, обеспечивший умную систему наблюдения и различные коммуникации. Так некогда покинутое строение вновь стало вполне пригодным для жизни одиночки. У меня был нормальный дом на Уайтхорсе. Ладно, в Ривердейли, но это пятнадцать минут от центра города, если идти прогулочным шагом. Собственно, я до сих пор являлся его владельцем, просто не появлялся там в последнее время. Здесь, куда добираться добрых полчаса на мотоцикле, было очень спокойно. Когда пришла система, она уничтожила всю электронику и сложные механизмы. С тех пор механики Уайтхорса успели починить машины и грузовики, приспособить их к новым условиям, но по этой дороге по-прежнему мало кто ездил. Определенно сейчас неподходящее время для увеселительных прогулок на авто. Может, когда-нибудь я и вернусь в Уайтхорс, по-настоящему. Но пока в моем доме жила моя бывшая команда. Присматривали, чтобы туда не заселились монстры. Уайтхорс пока что не стал безопасной зоной, что стабилизировало бы потоки маны вокруг и предотвратило появление чудовищ в черте города. Судя по последним слухам, для этого нужно выкупить еще 30% зданий. Трудно представить, сколько времени уйдет на то, чтобы полностью стабилизировать, например, Нью-Йорк. Припарковав Пашу, я со стоном потянулся, размышляя о горячем душе, который ждет меня дома. Именно поэтому я не успел заметить огромную, закованную в броню лапищу, которая подняла меня в воздух. А когда заметил, было уже слишком поздно. Мои рефлексы обострила многочасовая битва, и я ринулся вперед, призывая меч. Но прежде чем успел хотя бы замахнуться, моя рука оказалась зажата железным захватом. Вырваться не было ни малейшей возможности, поэтому я не стал и пытаться. Вместо этого обвился всем телом вокруг державшей меня ручищи, нанося беспорядочные удары. Этого оказалось достаточно. Железные пальцы разжались, и я покатился по земле. Затем вскочил на ноги, пытаясь сообразить, что, черт возьми, происходит. «Стоять!» Я замер, зафиксировав множество нацеленных на меня стволов. Меня окружили вооруженные агрессоры, медленно появившиеся из ниоткуда, деактивировав маскировку. Все они были крупными, клыкастыми, облаченными в черно-зеленые доспехи футуристического вида. «Лейтенант Хакартов. Уровень 31. Говорящий шрам. Здоровье — 4890 из 4890. Специальные эффекты — нет». «Кремленовы яйца! Это целый элитный взвод, Джон! Нам с ними не тягаться!» Али почти кричал, выуживая информацию и изображая данные поверх голов каждого из противников. «Лейтенант, два сержанта, четыре солдата и майор. Самые низкие уровни у солдат. У них был 17-й уровень и продвинутый класс». Я впервые услышал нотки паники в голосе Али. Такого не было, даже когда я дразнил Саламандру, тащая ее за собой по лесу много километров. «Его испуг заставил меня внутренне похолодеть от страха, с чем я справился с большим трудом. Они настолько сильнее меня, что это не шутки. Объезд был зарегистрированным системой Фортом. А это означало, что он обладает определенной значимостью в плане местоположения. Когда я впервые проезжал мимо него несколько месяцев назад, меня обстреляла ватага этих ребят — Хакартов. Космические наемники, ближайшим аналогом которых могли считаться орки. Они располагали фантастическими доспехами, тактическими навыками и лучевыми пушками, не говоря уже о мерзко выглядевшем арсенале оружия ближнего боя. «Ты хозяин этого форта?» — спросил майор. Это заставило меня чуть повернуться, взглянув на него. Краем глаза я старался следить за тем лейтенантом, который меня сцапал. Я видел, как он подался вперед, сжимая и разжимая кулаки. Этот явно был источником потенциальной опасности. Майор говорил басовито, скорее рычал, но с изысканным акцентом, присущим британцам из высшего общества, тут же напомнившим мне популярное телешоу в викторианском стиле. Я тут же понял, что особенности языка, изученного путем покупки у системы, могут быть просто очаровательны. Расхохотался бы, но не уверен, что у них есть чувство юмора. Да, у меня даже руки слегка дернулись, когда один из хакартов поднял оброненный мною меч. Солдат выхватил у меня пистолет, и я сначала напрягся, а потом заставил себя расслабиться, глядя, как мое ружье тоже меняет владельца. Вот же блин! Пашу они трогать не стали. Видать, поняли, что без хакерских уловок включить его не удастся. Зато догадались вытащить из встроенной кобуры лучевое ружье. «Что случилось с моими людьми?» — спросил майор. «Э-э-э-э...» Пока я колебался, лейтенант и сделал шаг вперед и ударил меня в живот. Я знал, что так будет, поэтому наверняка успел бы уклониться, но под дулами их ружей предпочел стерпеть удар. Согнулся от боли. Воздух вышибло из легких. Нет, конечно, на мне был защитный комбинезон, но этот сучий сын дрался как Майк Тайсон. По крайней мере, я думаю, что Тайсон бьет именно так. «Шлем снять! Отвечать не раздумывая!» — приказал майор. Я подчинился, снял шлем и осмотрелся. «Али, особый сверкающий шар по моей команде», — мысленно потребовал я. А вслух ответил майору. «Они мертвы!» «Это ты их убил?» — спросил он. Хоть тресни, я не мог прочитать его эмоции. Дело было не в мимике и жестах инопланетянина, и даже не в доспехе, покрывавшем его тело. Он попросту не выражал никаких чувств. Я думал соврать, но отказался от этой идеи. И ерики, и Роксли обладали способностью легко вывести лжеца на чистую воду. И, скорее всего, майор тоже так умел. «Да, они первыми на меня напали», — ответил я, готовясь дать команду Али и врубить КМС. Хотя последний раз, когда я сражался с этими тварями, у них оказались квантовые гранаты, которые доставали меня даже в другом измерении. Но все-таки это был хоть какой-то шанс. Майор некоторое время изучающе глядел на меня, потом кивнул лейтенанту, и тот отошел в сторону. «Объясни, что произошло. Подробно». Я кашлянул, потирая живот. Лейтенант дернулся, чтобы снова меня ударить, и я подробно объяснил, что искал выживших после того, как воцарилась система. А еще рассказал, как на меня напали, когда я здесь проезжал, и как с этим справился. Когда я закончил, повисла тишина. Потом майор заставил свой шлем исчезнуть. Его подчиненные немедленно сделали то же самое. «Они прятались в комнате управления?», уточнил он. Я кивнул. Страх постепенно сменился жгучим гневом. Я сжал кулаки, пытаясь придумать способ выбраться из этой переделки целым и невредимым. Но так ничего и не придумал, в то время как майор, скривившись, плюнул на землю. Секунду спустя другие хоккарты последовали его примеру. Занятно. Слюна у хоккартов была зеленой. «Я лабашу рука, майор 63-й дивизии. Рад знакомству с тобой, воин», — невозмутимо заявил майор. Лейтенант снова дернулся. Налитые кровью глаза сузились от недовольства. Я секунду буравил лейтенанта взглядом, затем повернулся к лабаше. Сначала они на меня напали, потом избили, а теперь решили представиться. Что ж, надо полагать, манеры орков несколько отличаются от людских. Они немного странные, если угодно. Я бы даже сказал, очень странные. «Меня зовут Джон Ли. Значит, вы решили меня не убивать?» «Это пока не решено», — ответил майор. «Из-за твоих действий 63-я дивизия лишилась дополнительного бонуса». Моя улыбка стала шире, когда он столь небрежно упомянул о моей вероятной кончине. «Ну ладно. Я постарался выровнять голос, чтобы потянуть время». «Дополнительный бонус?» «Командованию требуется информация о городе Уайт-Хорс. Добычи данной информации в наш изначальный контракт и не входило. Так что бонус будет дополнительным, но, несмотря на это, существенным». Лабаша застыл, выразительно на меня поглядывая. «Конечно». Я уставился на него в ответ, потом скосил глаза на Али. «Он что, намекает, чтобы я ему эту информацию предоставил?» «Да!» Али запрыгал, отчаянно кивая. «Если не скажешь ты, то скажу я». «Что ж, возможно, я смогу вам помочь». Я улыбнулся шире, теперь уже во все зубы. «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет». «Какая информация вам нужна?» В ответ Лабаши ухмыльнулся во всю пасть, затем кинул взгляд на лейтенанта. Тот мимолетным движением отправил ко мне синее окно с детализированным запросом необходимых им сведений. Нынешний владелец, политическая ситуация, представители власти, влиятельные группировки, оборонительные сооружения. Просмотрев список, я покачал головой. «Что-то из этого мне известно, но я отошел от дел пару недель назад». «Отошел от дел?» Лабаша слегка фыркнул, его огромный зеленый нос раздулся до самых клыков. «Э-э-э, в смысле прекратил общение?» «Пришлось мне пояснить». «Я съехал оттуда несколько недель назад, и в последнее время почти не общался с людьми». Лабаша кивнул. «Принимается. Расскажи, что знаешь». «Хорошо, сейчас». «Итак». Лорд Роксли, нынешний владелец города. Существует также Человеческий городской совет, который скорее номинально, чем фактически, управляет городом вместе с ним. Пару месяцев назад прибыло несколько ериков. Из важных и заметных личностей только сам Лорд Роксли и ерик Первый Кулак. Остальные слишком низкого уровня по сравнению с вами, ребята. В городе до сих пор нет стабильного монопотока, поэтому безопасные зоны ограничены определенными постройками. Человеческая популяция едва ли превышает четыре тысячи душ, если я правильно помню. Ведь до апокалипсиса было почти тридцать тысяч. Лабаши кивнул, и я продолжил рассказ, усиленно напрягая память в поисках необходимой ему информации. Выложил факты и список того, что он может купить у системы, коли ему заблагорассудится. Все эти знания отнюдь не были секретными, а значит, почти ничего не стоили. Черт возьми, с их способностью к скрытности хватило бы пары дней, чтобы они смогли узнать все это и без моей помощи. «Охрана включает часовых на каменных стенах, которые, как я полагаю, технологически защищены. Хотя сам я не видел их в действии. Часовые, само собой, это эльфы Лорда Роксли и несколько людей. Хорошо. Расскажи мне еще о людях этого Лорда Роксли», — потребовал Лабаши. И оскривился, но честно выложил все, что знал о тех, кого видел в свите. Умолчал только об их уровнях. Незачем ему знать, что я их вижу и я не собирался предоставлять эту информацию. Допрос продолжался, как мне показалось, несколько часов. Увидев, что я настроен говорить, стражи немного расслабились. И в конце концов, мы расселись у меня на террасе, чтобы немного перекусить. Я угостил майора шоколадом, и не зря. Ему очень понравилось. Он в ответ угостил меня фруктовым напитком из его мира. Очень миролюбивый вышел допрос, но все-таки именно допрос. И хоккарты вытянули из меня тонну информации. Я уступил инициативу майору. Он спрашивал, я отвечал, никогда не предлагая больше информации, чем он просил. Однако майор обладал умением докапываться до того, что ему нужно. И все это время лейтенант стоял прямо у меня за спиной и смотрел. Если бы взглядом можно было убить, я давно уже превратился бы в прожженный лазером труп. Поток информации не был односторонним. Теперь, когда мы с хоккартами общались хоть немного более непринужденно, я получил возможность тоже задавать вопросы. Очень осторожно, разумеется. Таким образом, я узнал, почему они так долго ждали, прежде чем наведаться в форт. Похоже, их наниматель оказался скрягой. Поскольку группа числилась пропавшей без вести, он не обязан был выплачивать откуп за убитого, полагавшийся за каждую подтвержденную смерть Хоккарта. Сегодняшняя вылазка была неофициальной. Лабаша организовал ее по собственной инициативе. «Вот этот бельгийский шоколад мне нравится больше всего!» Лабаша закинул в рот последний кусок, вставая. «Ну а теперь мне пора возвращаться в дивизию. Что ты предпочитаешь, меч или луч?» Я тоже встал, снова протянул ему руку для рукопожатия. Когда до меня дошел смысл, его слов, я прирос к месту, вытаращившись на эту жестокосердную скотину. «Вот черт!» «Джон!» — напомнил о себе Лабаши абсолютно спокойным голосом. Краем глаза я видел, что лейтенант уже обнажил клинок. Я мотнул головой, потом медленно спросил. «А что?» «Закрой в платье кровью!» — ответил Лабаши. Я тяжело сглотнул. «Врешь, как сивый мерин!» Али выскочил, как чертик из табакерки. В то время, пока мы беседовали, он молчал, оставаясь невидимым для окружающих, усиленно работая над чем-то на развернутых передним экранах. «О-о-о! Вот и дух проявился!» Лабаши растянул губу в оскале, который с натяжкой можно было считать подобием ухмылки. «А почему это я должен врать мерину?» «Хрен с ним! А тебе просто еще что-то нужно от этого парня! Так почему бы не сказать прямо?» — топнул ногой Али. «Вы, ребята, совсем не такие кровожадные. А бой тогда был честным, так что никаких кровавых долгов». Лабаши все так же ухмылялся, глядя на Али. Потом не выдержал, рассмеялся и кивнул. «Так и быть, дух! Я не стану больше дразнить искателя приключений. Нам заплатят больше кредитов, если мы продолжим поставлять информацию о Уайт-Хорсе. Я хочу, чтобы Джон нас этой информацией обеспечил». Я фыркнул. Теперь, когда сердце перестало бешено колотиться, я понял, что в этом определенно есть смысл. Собственно, исходя из того, о чем он спрашивал в ходе допроса, я предполагал, что его будет интересовать развитие ситуации. Только не ожидал, что он станет меня пугать. Хотя, с другой стороны, именно это кажется и называется шантажом. Сама мысль об этом вновь всколыхнула во мне тихое пламя гнева, от которого я тщетно пытался избавиться с тех пор, как на меня напали в моем же собственном доме. Не люблю, знаете ли, когда на меня давят. «Могу сделать». Лабаша снова ухмыльнулся, хлопнул меня по плечу и жестом приказал своим людям собраться. «Мы подготовим список необходимой информации». Я подождал, пока они соберутся и немного отойдут, прежде чем крикнуть. «А что я получу в качестве награды?» Они разом обернулись. Али вылупил глаза, будто впервые меня увидел. Лабаша только открыл рот, а я продолжил. «Не пытайтесь угрожать. Если убьете меня, то вообще ничего не получите. Так что это не сработает. Я-то, конечно, буду мертв, но вот вам это уже совершенно ничем не поможет». Лейтенант отдернулся, шагнув ко мне. Я покачал головой. «Последнее предупреждение, даже не пытайся». «Кирок!» — окликнул Лабаши, и лейтенант вернулся в строй. Дисциплина у этих ребят была на уровне. «Ты что же, думаешь, что сможешь одолеть нас?» «Нет, но бегаю я отлично. Нужна только небольшая фора», слегка усмехнулся я, жестом указывая на место, где они находились, и позволив гневу самую малость проявиться хотя бы во взгляде. «И мне ее уже хватит». «Я тебя понял. И чего же ты хочешь?» спросил Лабаши. В его оскале стали очень хорошо заметны острые клыки. «Оплата, конечно же. Вы хотите, чтобы я на вас шпионил? А шпионам платят», — я пожал плечами. «Ну, скажем, двадцать процентов от назначенной системы суммы». «Исключено. Двадцать процентов — это слишком много». Я глянул на Али. Тот даже дышать перестал. «Назовите свои условия». «Десять процентов». «Двадцать пять». «Так переговоры не ведутся», — отрезал Лабаши, и глаза его опасно сузились. «Ведутся, когда ставка изначально ниже рыночной». Все это было глупо, но могло сойти с рук. Я был процентов на пятьдесят уверен, что в случае чего успею ускользнуть прежде, чем они меня прибьют. Ну, а если нет? А, ну его к черту. Я уже месяца три назад вроде как умер. «Еще поторгуемся?» «Двадцать пять», — медленно кивнул Лабаши. «И гарантию от нападения со стороны Хаккартов», — добавил я. «Я могу дать гарантию только за свой отряд». «Сойдет». «Значит, сделка заключена». «И еще кое-что. Я не гарантирую, что смогу раздобыть всю затребованную вами информацию». «Сделка потеряет силу, если ты не станешь соблюдать условия и не попытаешься добыть необходимую информацию». Лабаши широко ухмыльнулся и добавил. «И тогда я найду тебя и лично покажу, как мы поступаем с теми, кто не уважает условия договора». «Это справедливо». Я улыбнулся ему в ответ. Гнев все еще тлел где-то в глубине. «Значит, сделка заключена», — повторил Лабаши. «Заключен контракт между Лабаши-рука и Джоном Ли. Подробности? Да? Нет?» Я сморгнул и с едва заметным прищуром посмотрел на орка. Тот послал мне еще одну клыкастую ухмылку, потом надел шлем, и вся группа развернулась, уходя прочь. Я дождался, пока они исчезнут, прежде чем подобрать собственное оружие и спрятать меч. У меня возникло чувство, будто со мной играют. «Да уж, славно повеселились». Я сполз по стенке около двери и сделал долгий выдох, как только понял, что они окончательно убрались. «Какого черта тебе понадобилось с ним торговаться?» пробурчал Али. «Я люблю, когда мной помыкают». «Идиот! Он тебя повязал этим контрактом. Ты уверен, что готов к этому мой мальчик». «А почему нет? Ты же сам всегда говоришь, что в системе всему есть своя цена. Раз им так уж надо это знать, они могут купить информацию. Так почему бы не у меня?» — сказал я с некоторой горечью. «И потом, я же не говорю, что буду скрывать это от остальных». «И вашим, и нашим», — подсказал Али. Я пожал плечами. «Может и так. Зато, по крайней мере, мы будем знать, что их интересует. Лучше отслеживать поток информации». Я потер виски и повернулся к Али. «Интересно, а кто их наниматель?» «Ты можешь это выяснить». Я обдумал это и покачал головой. Незачем попусту тратить кредиты. Посмотрел на свои руки. Дрожать перестали, и в одной зажат шоколадный батончик. Я развернул его и положил в рот. Привалился к стене и просто наслаждался вкусом. Боже, вот это была передряга. «Интересно, а сбежать бы получилось?» — спросил я вслух. «Без понятия. Полагаю, что нет», — произнёс Али, качая головой. «Майорами просто так не становится. У него наверняка есть пара козырных фишек». «Угу». Я закрыл глаза. «Пока что хоккарты — это известная угроза. Потом подумаю, что мне с ними делать и надо ли что-то делать». «Так объясни мне, что там с контрактами». «Это навык», — Али нахмурился. «Думаю, нет ничего удивительного в том, что наёмники им обладают. Но мне следовало тебя предупредить. Просто я сам не знал, что у него имеется этот навык. Он связывает стороны условиями сделки. Если не будешь соблюдать договор со своей стороны, тот, с кем подписано соглашение, получит об этом уведомление. А кроме того, ещё и сама система назначит тебе определённое наказание и притворит его в жизнь. В большинстве случаев это налог на ману и возможность обманутого партнёра выслеживать тебя. Причём возможность эту можно передать третьему лицу. Поимка нарушителя контрактов — основная статья дохода охотников за головами». Я кивнул, скривившись. «Отлично. А контракт-то бессрочный. Единственное преимущество. Майору всё-таки приходится тратить ману на поддержание контракта. Так что, надо полагать, он не захочет, чтобы это тянулось вечно». «Ладно, мой мальчик, вставай и в бою. Тебе нужна ванна», — провозгласил Али, дав мне посидеть ещё немного в тишине. «Я...» — я нахмурился и отрицательно качнул головой. «Нет, пойдём-ка. Думаю... Думаю, мне нужна компания». Я медленно поднялся и оглянулся на форт. «Компания, безопасность, а может и место, где прикорнуть. Вряд ли хоккарты вернутся, но сегодня я буду спать у себя дома в Уайт-Хорсе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова